Добрый день! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Ну что ж, зима потихоньку идет к концу, не так что много времени осталось. А соответственно, что? Соответственно, строители потирают руки. Нет, конечно, строители на самом деле давно уже прекрасно знаете, работают круглый год, но все-таки по традиционности считается, что оптимальное время, оптимальный строительный сезон – это весна, осень. Особенно это, конечно, касается частного сектора, когда люди сами себе строят дома, сами себе приобретают строиматериалы, когда эти небольшие организации тоже все-таки стараются работать в теплое время года. Хотя, еще раз повторюсь, конечно, строительный рынок функционирует круглый год, предприятия, которые выпускают строиматериалы. И об этом мы сегодня всем и поговорим. Какие строиматериалы сейчас, что называется, в тренде? Что сейчас предпочитают наши девелоперы-застройщики? Ну и, конечно, вообще оценим еще раз перспективы строительного рынка в этом году, потому что тоже прогнозы от экспертов разные. И что думают наши гости в студии? Сейчас мы его узнаем, хочу их представить. Это, сначала, даму. Марина Богачик – координатор организации Института урбанистики в Твери, а еще специалист по недвижимости агентства недвижимости «Парамон». Марина, добрый день. Здравствуйте. И вы уже знаете нашего гостя. Мы уже неоднократно привлекали его в качестве эксперта, выпускали программы с ним. Это Владимир Ешурин, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Русский рпич». Владимир, добрый день. Добрый день. Марина, добрый день. Ну что ж, скажите, мне вот интересно, если строительные материалы все взять по рейтингу такому, по популярности, что вот наверху вот этого списка, что внизу, который используют сейчас, со времен нашей строительной отрасли, неважно, это маленькие компании, частники люди покупают, или это крупные наши девелоперы-застройщики, которые, как мы знаем, застраивают целыми микрорайонами нашу Тверь. Что можно сказать по поводу? Какие строительные материалы в тренде? Наверное, я как производитель строительных материалов начну. Мы проводим статистику по тем материалам, которые находятся в тренде. И, по нашему мнению, сейчас кирпич набирает лидирующие позиции по причине того, что все-таки больше мы возвращаемся к таким, к английским стилям, к очень красивым, брутальным. И опять же, стоимость кирпича как строительного материала сейчас, наверное, мне не дадут соврать, начинает лидировать по сравнению с деревом, с металлом, с бетоном, с тем же самым. По соотношению цена-качество? По соотношению цены на рынке строительных материалов. То есть он становится более привлекательным. С потерением стоимости? Конечно. Скажите, а мне интересно, а почему, на ваш взгляд, ведь все мы помним эту тенденцию, она, наверное, пошла с советских времен, когда массовое строительство, это было бетонные панели. И в 90-е кирпич стал уходить. Ну, я помню, такое примежительное к нему отношение пошло. Ну что это, силикатный кирпич, что из него можно построить? Вы согласны с тем, что он был в время, когда потерял популярность из-за того, что в массе был силикатный кирпич, вот этот белый? Он не эстетичный, дескать, и так далее. Можно я тогда тоже? Нужно. Я с точки зрения тех, кто ищет жилье, поскольку занимаюсь недвижимостью, я могу сказать, что, конечно, сейчас все-таки, наоборот, нарастает большой-большой спрос именно в кирпиче. То есть вы согласны с Владимиром? Абсолютно. Потому что когда люди ищут квартиру, один из приоритетов выбора недвижимости чаще всего становятся именно кирпичные дома и именно кирпичные квартиры. Соответственно, те дома, которые построены из кирпича, чистого кирпича. А он, к сожалению, на рынке сейчас этот сегмент крайне уменьшается в новостройках. И это один из факторов увеличения роста на рынке. Потому что есть востребованность, соответственно, именно в кирпиче. Поэтому с точки зрения сет и уже как бы применительный кирпича в новостройке, в дома, да, безусловно, он пользуется большей популярностью. А если отвечать на мой вопрос, а что идет дальше? Материалы, да. Монолитный железобетон, газ, силикат, не знаю, там дерево и так далее. Что можно сказать в этом плане? Панели, может быть, бетонные. Ну, тут ситуация того, что представлено на рынке, не очень большой вариант разбега. Если говорить про многоэтажки, но по факту люди бы покупали все бы из кирпича. Они вынуждены покупать из монолита, из панелей. Но это вынуждены, скорее, меры, ввиду чисто финансовые. При выборе прочих равных, даже 10% сверху стоимости кирпича, человек выберет кирпичную квартиру, а не панельную. Ну, а в малом домостроительстве там понятно, там кирпич, дальше пошли уже деревянные. Все-таки, как бы мы все... Мне очень, кстати, импонирует ваше название, русский кирпич, а мы в древнем тверском русском городе. Соответственно, конечно, русские и тверские всегда тянулись именно к тому, что более экологично, более, по ощущению, более комфортно. А комфортно, конечно, кирпич, дерево, соответственно. А вот если действительно сравнить малоэтажные дома, вот чего больше кирпичных домов или деревянных? Потому что мы все помним, как вы сказали, русский город и так далее. История, конечно, Руси, в первую очередь, все дома это деревянные, ну, потому что у нас здесь нет гор, откуда взять камень, соответственно, и проблема была. Это все понятно. А сейчас вот то, что люди строят, чего больше, к дереву склоняется или к кирпичу? Ну, такой аналитики я не могу вам сейчас вот так представить. Но, конечно, если бы был вопрос, все-таки я думаю к кирпичу. Потому что есть еще психологический момент пожароопасности, других моментов. В принципе, я надеюсь. Да, 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 дерево склоняется только к тех, только когда они все под страховки есть. И, соответственно, ценник дерева порой выше, чем ценник кирпича. Поэтому... Да, можно я дополню. Нужно, нужно, обязательно. У нас сегодня эфир, у нас диалог, дорогие гости, мы должны друг друга дополнять. Хотя дискуссия приветствуется. Здесь, наверное, будет не дискуссия, я поддержу коллегу, да, в данном случае, была тенденция, когда люди переходили, наоборот, из бетона в деревянное домостроение. Как правильно заметили, во-первых, это пожаробезопасность, во-вторых, срок жизни деревянных строений, он гораздо меньше, чем срок жизни кирпичных зданий. Если мы посмотрим, очень много памятников архитектуры, которые до сих пор у нас есть, их очень много, как выглядят кирпичные здания и как выглядят деревянные. Ну, плюс... Ну, возвращаясь опять к тому уже в третий раз, что сказала Марина, город у нас древний, но ничего от средневековой Твери не осталось практически, кроме одной-двух построек, именно по той причине, что Тверь была деревянная, постоянно горела, и в силуэт вот она, все вот эти настоящие те средневековые здания не дошли, мы только можем гадать, как это выглядело, потому что все сгорело в результате пожаров, нашествий и так далее. А то, что было из камня кирпича, оно дошло. Да, ну и плюс не будем забывать тенденцию последние несколько лет, когда стоимость древесины и других строительных материалов, опять же, если брать статистику, за последний год только выросло порядка 60-70%. При этом количество древесины у нас уменьшается, и строить из нее становится не очень ликвидно, наверное, даже. Скажите, а с точки зрения экологичности, вот что-то можно сказать? Потому что я слышал неоднократно такие мнения, что дерево, конечно, неплохо. Ну, типа, давайте мы посмотрим, что предлагают нам вот эти фабрики, которые производят брус и так далее, что они говорят, что это долговечно и так далее, и мне говорят, а чем же таким надо пропитать дерево, чтобы оно простояло бухвей сколько лет. А кирпич ведь, насколько знаю, ничем не пропитывается такими химическими всеми этими веществами, чтобы то, что он в принципе не гниет. Ну, я, наверное, не открою секрет, что деревянное строение и древесина действительно, во-первых, с точки зрения пожарной безопасности, с точки зрения долговечности, чтобы там не поселились насекомые, действительно она пропитывается. И опять же, если мы берем естественный цвет дерева, чтобы его восстановить, приходится применять хлоросодержащие вещества, которые, во-первых, разрушают древесину, а во-вторых, ну, не очень хорошо сказываются на здоровье жильцов. Да. Что касается производства кирпича, ну, действительно, кирпич достаточно экологичный продукт. Например, если брать наш кирпич, я на примере нашего производства скажу, мы не используем вообще никаких искусственных добавок, либо присадок. У нас только те естественные материалы, которые у нас находятся и в нашем регионе, и которые привозятся из других регионов в том числе. Я вас извиняюсь, прерву, у нас небольшая реклама, потом мы обязательно продолжим, дорогие телезрители, мы сегодня говорим о рынке стройматериалов, но и в целом о строительном рынке нашего Верхней Волжи. Реклама. Мы снова в эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о строительном рынке, как в плане, что строится в нашем городе, ну и, конечно, очень интересно, а из чего, собственно говоря, строятся эти дома. И вот как раз мы до рекламы завели речь о том, что кирпич набирает популярность и что этот материал, он более экологичен, чем современное дерево, потому что давно никто не строит деревянные дома, как это строили когда-то 300-500 лет назад, когда просто рубили дерево, высушивали, а потом сразу из него возводили сруб. А сейчас дерево проходит в другие, как мы уже слышали, стадии обработки. Ну, вроде бы как это, чтобы дом лишний раз не загорелся, чтобы дом долго не гнил, но, как выясняется, есть и оборотная сторона медали, а вот у кирпича такой медали нет. Да, Владимир, продолжайте. То есть вы никаких присадок ничего такого не используете? Нет, в своем производстве мы не используем никаких химических составов. У нас производство гиперпрессованного кирпича, и благодаря большому давлению, открою небольшие секреты. Это какой-то особенный кирпич, то есть он отличается, вот сразу все мы знаем, извините, опять перебью, силикатный кирпич, белый кирпич, который устроили советские дамы. Он от них отличается по технологии производства? Он кардинальным образом отличается по технологии производства от тех материалов, которые представлены на рынке сейчас, и от керамического, и от силикатного кирпича в том числе. Благодаря нашей технологии кирпич прочнее, цвет ярче, а строить из него гораздо проще и быстрее возможно. Прочнее, опять же, за счет технологии производства, за счет гиперпрессования. Кирпич производится под большим давлением, благодаря чему происходит эффект холодной сварки материалов. И за счет его плотности он превращается, можно сказать, в камень. Даже не в бетон, не в пористый материал, а такой хороший, естественный камень. То есть десантникам вы не рекомендуете его брать на показательное выступление, ломать об голову. Мы рекомендуем десантникам брать его на показательное выступление с противником. А, вот так вот. Ну хорошо, это интересно. Скажите, а вы сказали только что, что быстрее. А почему быстрее? За счет чего? Ну, кирпич берешь, раствор кладешь, раствор кладешь. Форма нашего кирпича напоминает конструктор лего. Благодаря чему технология шип-паз и отсутствие использования раствора, то есть рассечки между кирпичом, помогает ему вставать сразу на то место без каких-либо смещений. Благодаря этому любой непрофессиональный каменщик, скажем так, может это сделать в достаточно короткий промежуток времени, не затратив особо большого количества сил. То есть горе профессиональным каменщикам, да? Нет, мы просто призываем профессиональным каменщикам идти в ногу со временем и в том числе работать с нами и с новыми материалами. И у них будет еще быстрее процесс идти? Ну, конечно, не секрет, что любой застройщик, наверное, вы со мной согласитесь, да, что любой застройщик хочет не только сделать визуально привлекательным объект строительства, но и в максимально короткие сроки без потери качества возвести здание, потому что, как минимум, те денежные средства, которые на это тратит застройщик, они находятся на искровых счетах сейчас. И застройщик, по факту, их может получить только в момент сдачи объекта. Ну да, либо полностью его построив, если не на искровых счетах. Соответственно, кирпичники многие именно переходят сейчас именно на такое строительство, которое именно даже не на искровых счетах, потому что сложная система, которая, ну, сложная система, достаточно. Ну, слава богу, что сегодняшняя тема у нас касается именно строительных материалов, поэтому углубляться, я думаю, что не стоит. Да, да. Скажите, Марина, а какие вообще виды кирпича сегодня предлагают застройщики? Ну, по сути, клиентам. То есть, потому что цель любого дома — это продать квартиры, соответственно, чтобы люди в нем жили. Поэтому, опять-таки, возвращаясь к недавнему прошлому, все мы знаем силикатный. Потом, помните, в 90-е пошел красный кирпич, модный. Правда, у меня к нему большой вопрос. Я смотрю на здания, построенные в 90-е. Опять-таки, смотрим еще екатеринские дома, да ничего. А почему-то он во многих случаях, я вижу, расслаивается. Отваливаются куски почему-то. Я уж молчу, все эти неприятные моменты с высылами, помните, когда построили дом из красного кирпича, и он вдруг как будто его, я не знаю, то ли солью обмазали, то ли еще чем-то таким, то ли мелом. Такие неприятные пятна. Вот сейчас такого уже нет. Что сейчас можно сказать о современном рынке кирпича? Ну, современный, как бы, у вас современный рынок кирпича, мне кажется, кирпич примерно одинаково представлен. Я, как бы, вот работаю в агентстве недвижимости Парамонов, которому 17 лет, вот недавно исполнилось. Нашим учредителем был застройщик, фактически основателем компании «Основание», вот, которые всегда строили из кирпича, вот. Последний комплекс их, комплекс «Победа», у них уже идут, конечно, монолитные, вот, то, что у них... Каркас. Каркас, да. Соответственно, два вида, которые вообще представлены на рынке, вида строительства, вот, по многоэтажкам я скажу. Это чистый кирпич. И второй тип представлен, это кирпич-монолит. Вот чистого кирпича на данный момент крайне мало, вообще мало. Когда дом полностью из кирпича. Когда дом полностью из кирпича. Поэтому вот этих домов, ну, может, сейчас стали строить, ну, девятиэтажки, два, три, четыре там застройщика. Как бы их специфика то, что они в основном все тверские, вот, строят они качественно, и строят их мало, цены достаточно, у их квартиры очень востребованы на рынке. Ну, соответственно, единственным моментом является то, что у них проблема как раз вот с наличием вот этого кирпича, насколько я в курсе. Вот. Соответственно, вот рынок представлен только вот такими двумя видами. Это тоже, для понимания, многоэтажные домов. Это многоэтажные дома. Потому что я лично знаю немало примеров, когда полностью кирпичные, это дома малоэтажности, средней этажности, 5-6 этажей, и такие строят целиком из кирпича. Да, пятиэтажные, шестиэтажные сейчас стали, да. Но я говорю про девятиэтажки, да. Мы говорим многоэтажки. Да, пятиэтажки, они тоже строятся с кирпича, потому что они наиболее востребованы, соответственно. А вот тот самый силикатный кирпич. А, я просто к чему. И поэтому тут невозможно говорить, ну, по поводу подтеков и ситуации там домов. Мне кажется, все-таки это зависит не совсем даже от качества, может быть, кирпича, от счета уровня строительства, от того, как это сделано. То есть, когда человек что-то строит дом, он же выбирает не только материалы, но выбирает строителей, все соответствующие это. И поэтому уровень, поверьте, новой новостройки, многие, которые строятся, новые застройщики, которые пришли в Тверь, вот качество уже там спустя два-три года оставляет желать лучшего. Поэтому, я думаю, это можно говорить не о качестве кирпича, вот. Насколько я представляю, я, правда, не профессионал в этом вопросе, но качество кирпича примерно у тех, кто строит кирпича, примерно одинаковое. Ну вот, если так. Не могу не согласиться. В общей массе производителей, наверное, так и есть. Но, опять же, касаясь нашего производства, нашего кирпича, он сильно отличается по своим характеристикам от того, что присутствует на рынке сейчас. И мы специально шли к этому, чтобы уйти немного в сторону от стандартного производства, именно обращая внимание как раз на то, что говорил Роман. Вот эти потеки, отщелкивания, то, что он начинает расслабиться. К сожалению, сейчас очень многие производители кирпича, не буду обо всех говорить, но случаются такие моменты. В угоду покупателю, чтобы не повышать стоимость своего продукта, вынужден использовать более дешевое сырье. Это и глина, это и другие материалы. За счет этого качество материала самого, качество готового продукта, оно ухудшается. И сейчас, к сожалению, можно увидеть на тех домах, которым буквально два года и даже меньше, что кирпичная кладка начинает уже разрушаться. Тоже ослаиваться? Да, мы не будем, я не буду говорить о том, что это влияет исключительно на конструктивные особенности, хотя в этом тоже есть определенная доля правды, но и на визуальную привлекательность того жилья, которое покупают люди сейчас. Люди вкладывают деньги, хотят жить в хорошей квартире, которая будет не только внутри им нравится, но и снаружи тоже немаловажно. Дом тоже будет привлекательным. И возвращаясь к нашему кирпичу, к заводу «Рускирпич», мы специально сделали тот продукт, который в принципе не может дать высолов, потому что высола дает не кирпич, а дает раствор и те присадки, которые добавляются в раствор в холодное время года. Отсюда идут потеки, и потом опять же застройщику гораздо тяжелее от них избавиться. Это очень затратная статья расходов. Я видел, как-то мажу дом какой-то такой жидкостью, он начинает выглядеть как будто мокрый. Это еще 90-е, нулевые годы, когда обратил меня сначала на эти высолы, а потом смотрю, один дом чем-то мажет, ну вроде как оно... Да, это смывается определенными растворами, но, как я уже говорил, это и временные затраты, и финансовые затраты застройщика, которые, будем откровенно, перекладываются на конечный продукт всех. Ну так вот, и наш кирпич не только по своей технологии производства, но и по конструктивным особенностям, говоря о профессионализме и качестве рабочей силы, позволяет нанимать строителей, не скажу, что неквалифицированных, но менее квалифицированных, но при этом качество постройки ухудшаться не будет нисколько. Именно за счет конструктивных особенностей. Мы сейчас пытаемся донести эту информацию большему количеству потребителей, на самом деле. Предлагаем пробовать. У нас есть достаточно большое количество акций и обучающих программ, где у нас могут прийти и каменщики, и сами, скажем так, покупатели, желающие построить дом для нашего кирпича. Мы проводим обучение. Получается, вы можете обучить для человека, который просто хочет себе, может быть, коттедж выложить? Конечно. Ну да. Для частных лиц, в принципе, очень актуально, видимо. Ну, кто себе строит дома тоже в том числе. Ну, конечно. Сейчас часть людей все-таки, наверное, уезжает из квартир, переезжая в частные дома. Поэтому это тоже немалый факт, когда человек своими руками может что-то построить. Это еще очень важно сейчас, в разгар пандемии коронавируса, когда, как мы знаем, значительная часть строительных рабочих уехали в республики Средней Азии, там, ну, просто стало, то есть, меньше. Вот сейчас, особенно на фоне, когда говорят, что Москва у нас часть строителей заберет, как-то Савянин сказал, давайте брать из ближних регионов. Соответственно, вопрос, а где здесь тогда мы будем нанимать каменщиков? Получается, используя ваш кирпич, человек может, пройдя какой-то курс обучения, и сам выложить. Да. Понятнее, не воскреб, но одна, двухэтажный дом. Ну, с помощником в виде взрослого сына, либо товарища, совершенно спокойно это возможно сделать. Это большой плюс, на самом деле. Скажите, Марин, вообще, вот, на ваш взгляд, есть такая тоже проблема, мы уже ее частично затронули, это высылы, отслаивание и так далее. А кто-то скажет, а давайте я дом оштукатурю, и все нормально будет. Но ведь известно, что в нашем климате тверском, ну, штукатурка тяжело приживается. Тоже, конечно, зависит от качества фирмы, качества работы фирмы. Тем не менее, просто, вы знаете, вот есть у нас тверской архитектор, Никита Маликов, ну, вообще, такой, знаете, поборник кирпичного стиля в архитектуре. Мы все знаем, этот стиль завоевал популярность сто с лишним лет назад. Это вот морозские казармы, это модерн, петербургский модерн, особенно северный модерн. Мы прекрасно знаем, когда там очень у него забладала именно кирпичная отделка дома. И, соответственно, вот это мой знакомый, Никита, он вообще говорит, что в нашем климате, в Тверском сыром, у нас здесь не Одесса, не Севастополь, как раз именно отделать фасад дома кирпичом, это оптимально. Потому что штукатурка, даже качественно положенная, все равно через какое-то время она неизбежно начнет отваляться. Это опять оштукатуривание, а ее еще и покрасить надо, это затрата на краску, а красить тоже надо уметь, соответственно, маляров и так далее, но можно самому попробовать, тем не менее. Вот, штукатурку тоже надо ровно класть, если не хочет, чтобы в волне шло. А кирпич, тем более, вот такой, если он встает в пазы, то он в волне не пойдет. Вот вы согласны, что кирпичный стиль, вот верхний волш, это приоритетное направление, оптимальное решение вопросов отделки фасадов. Ну, честно говоря, да, я соглашусь, даже исходя из тенденции того, какие дома более-менее оптимально строятся, и которые приобретаются, пользуются популярностью, это дома именно не закрашенные, не замазанные, а дома чистого кирпича, только сверху идет облицовочный кирпич. Много строителей на эту тему, так я бы смотрела, варьировали, кто-то закрывал, там плитка, еще как-то, но все равно... Посадки эти вентилюрируемые ужасные. Да, 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 то есть пытались какие-то вещи украшать, когда часть украшения еще шло, но все-таки все равно приходит к тому, что сам кирпич как таковой, он сам, во-первых, красив, вот, и он сохраняет свою, ну, при определенном качестве, сохраняет свою вот эту структуру, она сама по себе красива, вот, возможно, какие-то архитектурные вещи, из которых формируются. Декор. Да, 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 ну, потому что все-таки надо думать о красоте города, да, где ты этот дом ставишь, как ты его ставишь, тоже этот момент очень важен. Ну, и, соответственно, естественно, эти дома более, как бы, не только внешнее и внутреннее, оно соотносится, то есть есть определенная гармония, поэтому я соглашусь, что кирпичные дома, да, они до сих пор пользуются, ну, как-то они наиболее актуальны, видимо, именно не только даже для нашего климата, но еще, я думаю, для нашей психологии, вот, потому что все-таки, ну, как бы, я за дерево, вот, честно, тоже скажу, я за дерево, как бы, ну, психологически, то есть даже, может быть, там не совсем, это психологически, пожароопасность, а на вот этот момент, вот, а кирпич, он также психологически близок вот нашим людям, то есть у нас считается, допустим, бетон, это все-таки то, ну, чистые такие панельные дома, вот, несмотря даже на огромные плюсы Тверского старого домостроительного комбината, который панель, вот тот период был, но, тем не менее, все равно кирпич, как старые, как хрущевки, как эти, и тем более, как нынешние современные хорошие дома, да, они считаются самыми актуальными, самыми интересными, самыми востребованными, ну, как бы, с любой точки зрения, из качества, психологии, и всего. А мне интересно, вот, многоэтажные дома, возможно, вот, к примеру, ваш кирпич применять при отделке? У меня тоже этот же вопрос. Пусть там, допустим, каркас у него монолитник, все понятно, допустим, но при отделке стены возможно применять ваш кирпич? Я уточню, можно? Можно? Не обязательно монолитник, я вот монолитные, как бы, вот эти пилоны, это как бы не совсем даже обязательно, вот если просто в кирпич ваш возможно, при многоэтажном строительстве, Если строить дом просто из кирпича, начнем с того, что наш кирпич по своим характеристикам нисколько не уступает тому строительному кирпичу, который присутствует на рынке сейчас. Мы постоянно проводим испытания в разных лабораториях. Скажу честно, кирпич нашей компании превышает по всем характеристикам тот кирпич, который производится в настоящее время. Мы этим очень гордимся, мы за этим следим. И отвечая на ваш вопрос, да, его можно применять непосредственно в домостроении. Мы сейчас применим небольшую рекламу. Дорогие телезрители, не переключайтесь. У нас сегодня очень интересный разговор о строительных материалах, о том, что кирпич снова, как говорится, рулит. Мы снова в эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о рынке строиматериалов, а именно о кирпичи, но и в целом о тенденциях. Поговорим на строительном рынке, какие нам ожидать тенденции в новом, уже наступившем году, на дворе февраль. Все-таки поэтому уже год набирает обороты. Мы продолжим про кирпичи. Вот я говорю про облицовку. Хорошо, то есть верно мы понимаем, что можно и 9-этажный дом облицевать вашим кирпичом. Или даже построить из него целиком. Все-таки мы не рекомендуем строить 9-этажку полностью из кирпича. Есть свои нюансы в этом, конечно. Но дом 4-5 этажей совершенно спокойно можно построить. Полностью? Полностью, да. А можно использовать хорошо, как мы уже говорили, если каркас монолитный железобетонный в качестве именно облицовочного? В качестве облицовочного ограничения по строительству по высотности у него нет никаких. Хоть 20? Хоть 30. Вот так вот, да? Конечно. Опять же, очень много в интернете, если мы посмотрим, есть видео и фотоматериалы, при котором при использовании обычного кирпича и при, скажем так, несоблюдении технологии при использовании раствора, очень многие стены имеют большую парусность. И поэтому заваливаются. Очень много таких случаев было. Опять же, благодаря именно той конструкции кирпича, который у нас есть, технология шип-паз не дает возможность кирпичу уйти в излом. За счет этого даже при большой парусности мы избегаем подобных проблем. Хорошо. Если поговорить об эстетической части дела, я знаю, люди не очень любят иной раз кирпичный стиль. Ну, им сразу вспоминаются морозские казармы. Ну, кому-то это нравится. Кто-то говорит, мрачная красная сугубо громада такая. Ну, не очень весело смотрится. Хотя, опять-таки, в Петербурге, вот, северный модерн, Федор Лидваль, очень много настроил. Там как раз мы видим, что разная цветовая гамма. То есть, не обязательно, просто говоря, дом из кирпича, это либо белый силикат, либо вот это буро-красная, вот эта масса такая. Скажите, если человек скажет, а я хочу, чтобы мой дом, как, не знаю, барочное здание сияло всеми цветами радуги, можно у вас такой кирпичи сказать? Слава Богу. Технология и наука сейчас шагнула вперед далеко, поэтому мы можем сделать кирпич любого цвета и оттенка. Вообще любого? Вообще любого цвета и оттенка, и даже в одном кирпиче увязать несколько цветов. А как это будет выглядеть? Это выглядит очень красиво, он получается как под мрамор. Мы можем совместить в нем два цвета, три цвета. Он будет, скажем так, плавный цвет перетекать на стене, да. И при большой площади это смотрится действительно очень красиво. Опять же, оговорюсь, все пигменты, которые мы используем, они натуральные, это оксиды и без каких-либо добавок химических. Поэтому многие у нас заказчики задают подобный вопрос, мы честно отвечаем, показываем все сертификаты, показываем все сырье. Здесь вопросов тоже никаких нету к этому. Ни со стороны лабораторий, ни в дальнейшем покупателей. Все очень довольны и рады. Если заглянем в интерьеры, что называется, сейчас очень модно, это вы сами видите во многих общественных местах, клубах, офисах, да и в жилье, отделку внутреннюю тоже делать кирпичной. Кому-то нравится, кто-то говорит, ну что, я буду жить как будто на отказской фабрике, что ли. И соответственно, если человек хочет именно кирпичную отделку, но можно что-то такое сделать по цветовой гамме, чтобы это было ярко, а не просто такая тоже темно-красная такая громада. Мы индивидуально подходим к каждому заказчику, и любая его, скажем так, идея может быть воплощена. Мы можем сделать красный, мы можем сделать желтый, мы можем сделать фиолетовый, мы можем сделать, как я уже говорил, вообще разноцветный. У нас был заказчик, который в стене вставки хотел сделать в одном кирпиче в виде триколора, например. Триколор? Да. Русскую, надеюсь, не румынскую. Ну, исключительно русского, не французского никакого. То есть, опять-таки, это к вопросу, если человеку-архитектору напроектируют такие интерьеры, допустим, что карниз там, допустим, условно говоря, желтый, что там, условно говоря, пилястры розовые, допустим, а сама стена голубая, допустим, к примеру, какие-то, может быть, да, элементы, вы все это, не вопрос, то есть вам приносит этот проект, вы, не вопрос, мы вот такой кирпич вам сделаем, такой тоже и такой тоже, и пожалуйста. Конечно. Я даже дополню, помимо того, что мы можем сделать любой цвет, либо оттенок, мы можем придать кирпичу еще разную фактуру. То есть он может быть как гладкий, может быть под естественный камень, то есть стена получается в виде скалы такой естественной. За счет этого можно сделать какие-то вставки, выделение каких-то там дверных проемов, оконных. Сейчас очень модно и набирает тенденцию опять в домостроении, я не ошибаюсь, да, надеюсь, в домостроении высоких домов применять подобные элементы. То есть не просто, чтобы они были гладкие, но и придавать им дополнительную индивидуальность за счет разной фактуры, разных цветовых композиций. Это то, что в архитектуре называется отделка потруст, и когда это тоже имитируется грубый камень, это имитируется, как правило, штукатуркой, которая отваливается со временем, то тут человек, если захочет сделать руст, ничего не отвалится, будет фактура дикого камня, но при этом это будет надежно. Совершенно верно. Ну и плюс дополнительно застройщикам же всем интересно увеличение полезной площади в квартирах. Опять же, благодаря нашему кирпичу возможно, скажем так, все внутренние стены и перегородки возводить из него без дополнительной отделки либо облицовки. За счет этого экономится пространство. Ну и плюс, хочу похвастаться, что наш кирпич позволяет прокладывать внутри него коммуникации, при этом без внешнего вмешательства. Конечно, запроектировать, прокладывать, и поэтому, в принципе, у нас вот есть ряд проектов и домов, где межкомнатные стены сделаны с прокладкой именно теплых коммуникаций, благодаря этому отсутствуют конвекторы либо радиаторы, и стена является естественным обогревателем помещения. То есть вы можете сделать стиль лофт сразу, то есть стену ставите, и сразу у вас стиль лофта вырабатывается без всяких штукатур. Конечно. Это очень интересно. А касаемо отверстий под коммуникацией, получается, застройщик, даже новосел, избавляется от этой утомительной, громко неприятной процедуры шторопления, когда вроде построили, а потом начинают шторопить отверстия под провода и так далее. Это неприятно для соседей, да и для самих тоже. Конечно. И это очень экономит и, опять же, время у застройщиков, и дополнительные рабочие. Это работы? Да. Это финансы, это финансовые траты. Либо одни, либо те, кто берет эти недвижимости, приобретающие. Нет, это пылищие, грязи, оштабление. Конечно. Тем более, если раньше, скажем так, проекты всех коммуникаций закладывались на бумаге, скажем так, и это приходилось сводить уже по факту. Сейчас с введением БИМ-проектирования это все закладывается на стадии проектирования, что еще больше упрощает этот момент. Прокладки коммуникаций можно сразу все это заложить. Скажите, а у меня вот такой вопрос опять про тот самый кирпич, который имитирует фактуру дикого камня. Но раз там, скажем, получается некая шероховатость, как это взаимодействует с дождями и снегами? Не набирает ли такой кирпич излишней влаги? Керамический кирпич, клинкерный, силикатный, набирает. Наш кирпич набирает влаги гораздо меньше, но он не может не набирать в принципе. Ну, конечно, как любой материал. Набирает гораздо меньше, опять же, за счет его плотности, которая достигается путем очень большого давления прессов. То, о чем вы говорили уже. Да, при его производстве. Марина, скажите, вы как человек, который работает на рынке недвижимости, и плюс вы еще, как я представлял, у вас координатор организации института урбанистики. Урбанистика – это от слова «урбус» – город, соответственно, развитие городов. А насколько сейчас действительно это популярно, строительство применения не только кирпича, а чтобы действительно было на фасад приятно посмотреть, то, о чем мы говорили, чтобы там имитация тех или иных архитектурных элементов. Наличников, пилястры, колонны, профилированные карнизы и так далее. То есть, чтобы просто была не только голая стена, чтобы выглядела как фабрика, а чтобы на дом было приятно посмотреть. Вот это сейчас модно опять? Я бы, наверное, говорила бы не о моде на этот момент, а о формировании этого интереса. То есть, как мы сами относимся к городу. Соответственно, как вы сказали, что мы организуем институт урбанистики Святослова Мурунова, который как раз интересен город и люди живущие. Соответственно, в определенном городе ведь застройщики строят дома для людей не только для того, чтобы заработать деньги. Соответственно, есть какое-то восприятие людьми, города, недвижимости, домов, чтобы это были не просто какие-то соты, где ты находишься, а область жизни. Поэтому интересно, чтобы город был красивым и дома были красивы, чтобы оно было хорошо зайти, чтобы тебе человеческим было комфортно. Сам по себе сейчас, наверное, мы приходим к тому моменту и видение других городов, что в других городах это начинает закладываться. То есть, начинается видение города. Важно, чтобы это видение города шло, соответственно, как бы люди тоже свою точку зрения выражали, чего они хотят. И эта точка зрения была близка. И чтобы застройщики, которые строят, они это соотносили, свое видение. Многие застройщики, которые как раз именно кирпичные, они стараются это искать. Поэтому сейчас начался поиск у многих именно как построить дом так, чтобы он был красив, чтобы он был комфортен. И поэтому начинается момент украшения, не только при домовой территории, но и вписывание этого дома, во-первых, в какое-то пространство вокруг. И, соответственно, украшение этих домов теми образами, которые представляются. К сожалению, образы эти пока никак не сформированы. Но, по крайней мере, запрос на это уже есть. Это правда. Поэтому это должно быть общее размышление. И горожан, и застройщиков, и производителей. Ну и, соответственно, конечно, администрации, безусловно, средства связи, информация, они особенные. Да, да, они могут эти запросы организовывать. То есть они могут изучать, кому что интересно. Чтобы не было такого, что застройщик поставил дом, на нем нарисовал какие-то изображения. А они не только неактуальны, они внутренние, люди от этого отторгаются. Но есть же названия, например, определенных. Модно стало называть новостройки определенными названиями. Вначале это было не модно, еще лет 15 назад, вот 10. Потом это пошло. И как бы вот вначале это словами выражается. Что называют жилым комплексом, мне все время удивляет. Комплекс это конгломерат зданий. А там, ну, дом, три подъезда, условно говоря. Жилой комплекс, там, не знаю, империал. Я уж молчу по стилю, какой империал. Во-вторых, почему комплекс, когда это просто дом. У меня вот это смешно было. Скажите, а вот в банке данных агентств недвижимости Парамонов вот есть такие объекты, которые вы можете предложить, которые действительно соответствуют уже с точки зрения эстетики. И они действительно кирпичные. То, о чем вы говорили, что сейчас люди к этому тянутся. Это надежно, это уютнее. Это как-то впечатление такой добротности. Это солидно. Да. Кирпичный дом. Ну, мы стараемся предлагать, когда нам приходят клиенты и спрашивают, что бы вы посоветовали. Мы всегда в первую очередь, конечно, рекомендуем кирпичных новостроений. То есть мы рекомендуем то, что мы купили бы сами себе. Вот. И по факту это они все строят. Это, например, тот же застройщик основания кирпичный. Тот же застройщик регионстро очень хороший, считается брендом на рынке строительства. МикроДСК цветков очень хорошо строят. Это тоже кирпичники. Квадрат тоже кирпичники. Ну, и пятиэтажки стали подтягиваться. Но они именно выросли из таунхаусов кирпичных. Вот те, кто строят пятиэтажки, они именно строят таунхаусы. Ну, удача, в которой вы, так понимаю, сотрудничаете. Но, как бы, они немножко так это за гордым. Вот. Поэтому, да, безусловно, как бы наши специалисты все всегда стараются рекомендовать именно то, что хорошо. И в основном это тверские. И вот что очень меня как бы радует, что именно тверские для тверских строят. И в этом смысле нет какого-то, знаете, федеральных масштаба. Как приходят некоторые федеральные сети и говорят, мы вас и счастливим. Ну, как бы нам, как тверским, у нас географическое положение обязывает размышлять о том, что счастье не всегда приходит со стороны. Скорее, счастье растает здесь. И мы сами себя можем сделать счастливыми. Как это вот, это уже другой вопрос. И поиск этого, что тебе важно. Это уже, да, ну, как бы вопрос. Но мы всегда стараемся именно для клиентов всегда сделать так, чтобы они на самом деле были благодарны. И нам, и тому застройщику, куда они жили. То есть они радовались тому дому. Чтобы дом был домом. Ну, чаще, когда он кирпичный, он, конечно, комфортнее. Это уже понятно. А еще, чтобы он был моей крепостью. С точки зрения дежурности. Ну, это один из факторов. Ну, мы живем сообща, поэтому крепость, она все-таки должна быть какая-то такая. На границах нашей Родины. Владимир, вот как раз уже Марина обмолвилась. Правда, у вас предприятие молодое, активно набирает темпы развития. Выходят на вас застройщики? Действительно, можете сказать вы телезрителям, вообще, клиентам ваших, когда придут, скажут, ну, а есть у вас портфолио-то? Что построено из вашего кирпича? Ну, мы сейчас очень активно работаем над этим. Так как мы можем предложить действительно хороший, качественный продукт по очень интересным, скажем так, конкурентным ценам. И, как вот правильно заметили, очень важно, чтобы все находилось в одном регионе. Благодаря этому все процессы происходят быстро и совсем на другом качественном уровне. Поэтому, да, у нас сейчас и в перспективе с компанией «Удача» ряд проектов. И во Владимирской области нам есть чем похвастаться. То есть уже и из других регионов про вас узнали? Да, и в Московской области тоже. О нас не только слышали, но и мы совместно работаем. И ни одного, скажем так, нарекания нет. Но мы всегда просим обратную связь, чтобы развиваться еще дальше и предлагать еще более качественный продукт и более, скажем так, привлекательный. Скажите, а вот эти ваши партнеры, с которыми вы работаете, что это? Это компании, которые расстраивают там микрорайоны по квартально? Или это частные люди? Вот вы говорите, Подмосковье, Владимир, Таверская область. Кто ваши партнеры? Вы знаете, мы рады всем. И для всех у нас находятся свои условия, которые всех устраивают. У нас есть и, скажем так, частные застройщики. Ну, кто себе дом строит. Ну, если человек, я хочу себе коттедж. Мы для них предлагаем очень хорошие условия и подбираем разные варианты. Понимая, что человек не всегда может для себя сложить картинку, мы предлагаем условия и подборов цветов, и оттенков. Все это бесплатно. У нас есть заказчики, которым мы подбирали оттенки порядка 40 раз. И мы, на самом деле, очень рады, что в итоге мы смогли им подобрать тот цвет и оттенок, который им понравился. И они рады, писали нам достаточно большое количество приятных отзывов, приводили друзей своих. Это что касается частных случаев. В том числе мы работаем и с компаниями, с застройщиками. Как я уже говорил, во Владимире чудо-город и в Подмосковье ряд жилых поселков, которые сейчас активно застраиваются с нашим участием. И в Твери вот компания «Удача» тоже. Поэтому мы очень рады, что мы видим отклик от всех. И мы можем быть полезны и пользоваться спросом нашей продукции тоже во всех, скажем так, нишах. Как частного домостроения, так и уже, скажем так, более многоквартирного. Я должен откликнуться на призыв моих коллег, чтобы они могли выдать рекламу, эфир, после которой мы подведем итоги нашей программы. Мы снова в эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о стройматериалах, которые сейчас применяются в современной строительной отрасли нашей. Вот как сейчас рассказали гости эфира. Кирпич набирает сил во всех смыслах слова. Еще в том числе благодаря современным технологиям спрессовывания, когда он становится по надежности как камень. В конце программы, Марин, вот вы, как, опять-таки, координатор организации Института урбанистики, специалист по агентству недвижимости Парамонов. Что можно сказать, если смотреть на уже наступивший год, что ожидает строительную отрасль? Потому что разные мнения высказывают. Кто-то говорит, что она будет развиваться прежними темпами, кто-то говорит, что притормозится, потому что, дескать, кризис никуда не делся. Вот какова ваша оценка? Ну, это самый сложный вопрос, самый актуальный, наверное, вопрос на данный момент вообще не только на рынке недвижимости, вообще у людей, как у строителей, так у частных лиц, те, кто хочет, как бы, купить, приобрести жилье. Никто не знает, что будет завтра. Глуп был бы тот, кто что-то рекламировал. На данный момент строители тоже связаны с ситуацией того, что у них нет кирпича как такового. Это большая проблема, в том числе о том, чтобы... Только нет, вот сидит человек готовый предоставить. Ну, я как бы тоже какие-то моменты слышала, по крайней мере, вопрос строительных материалов и самих строителей очень много. У них проблемы очень много, ввиду того, что хотели бы строить, хотели бы строить хорошие дома, есть те строители, которые готовы строить хорошие дома, но у них свои проблемы. На данный момент, да, ценники выросли на рынке недвижимости. Они взлетели так, что никто не может уже гарантировать, что они и дальше не начнут подниматься. Что будет дальше, непонятно, потому что очень много вопросов зависит от разрешения на строительство, от строиматериалов, от жизни нашей. Поэтому тут вопрос, на самом деле, в каком-то, наверное, согласовании всех вещей. Потому что сейчас строители как бы, с одной стороны, хорошо, потому что цены высокие, они продают дорого. Что будет дальше, с кровь счета многим сломали жизнь, несмотря ни на что. Попортили кровь. Да, попортили кровь, как-то вырулили строители из этой ситуации. Пока, на самом деле, кирпичные строители являются самыми навостребованными. В том числе, этот фактор поднимает ценники на квартиры. Потому что, если сейчас пойти искать квартиру, именно сейчас очень много востребованных. У нас в агентстве Парамонов видно, у нас заявок на кирпичные квартиры двух-трехкомнатные, с индивидуальным отоплением в определенных, допустим, районах. Вот появится квартира, пять человек сразу хотят ее купить. Соответственно, естественно, это поднимает рост ценники на квартиры. Они будут всегда востребованы кирпичные новостройки. Поэтому, ну как вот оно дальше пойдет, непонятно. Но у людей тоже ограниченный бюджет, что, соответственно, строение всем портит. Когда человек хочет купить квартиру, купить ее по факту, либо не может даже не потому, что у него нет денег, а потому, что нет того, чего он хочет купить. Очень непростая ситуация, как вообще в целом жизни нашей по стране. Поэтому я бы говорила, может быть, даже не о строительном рынке, а о том, чтобы нам вообще как-то найти согласованно жить, как-то оптимистично. И чтобы все как-то складывалось так, как надо и профессионально. Ну и получается, что если у человека ограниченный бюджет, то можно как раз обратиться к Владимиру Яшурину, который говорил нам, что цены на кирпич далеко не заоблачные. И при этом, как мы уже говорили, человек может сэкономить. И после какой тренировки выложить свой дом, построить сам. И уже не надо будет пенять на застройщика, которые затрали цену. Потому что ты сам себе застройщик. И сам себе выбираешь материалы. Которые могут быть, как мы слышали, дорогие телезрители, очень надежными, очень красивыми и необычными. Вот обращаясь к Владимиру Яшурину, вам такую палитру цветов предоставят, что соседи ваши закачаются. В завершении программы хочется напомнить, как я уже в начале программы сказал, что строительный сезон, он вроде бы идет, но скоро по-настоящему начнется у всех, кто строит сам. Кто хочет построить свой собственный дом. И, соответственно, как говорится, готовьте сани летом, а телегу зимой, наоборот. В данном случае стоит подумать о заказе строим материалов уже сейчас. Потому что, как мы видим, к сожалению, цены растут. И если вы хотите, чтобы в разгар сезона вам не пришлось переплачивать, лучше заказывать строим материалов сейчас. И, кстати говоря, вот у наших гостей нашего эфира вы можете получить скидку. Наведите ваш телефон на QR-коды, который вы видите на экране. И, таким образом, вы обратившись в агентство недвижимости Парамонов или на предприятие Русский Кирпич, получите скидку на услуги, либо продукцию.